здравствуйте уважаемые зрители вы на канале рукоделие путешествия меня зовут юлия и сегодня подвожу итоги лета в планах на лето у меня было 10 изделий все 10 я связала я в руках держу свой любимый журнальчик тетрадку который рисую проекты и потом их воплощаю жизнь телефоном буду сверяться если если я вдруг забуду что в какой месяц было если это важно но я думаю что это неважно и буду показывать что я связала сейчас я покажу это количество изделий которым это 10 работ одна из них на мне и 9 в руках совпадало совпадает ли то что я навязала с тем что я планировала наверное да в большинстве своем ну кое-что тут было вне плана ну а то что было по плану она не связалась ну поэтому я сейчас буду смотреть свою тетрадь демонстрировать и на все или не все ну что-то буду демонстрировать что-то нет наверное махет не буду демонстрировать потому что очень жарко и давайте смотреть что я связала за лето в общем вот такая вот стопочка у меня летние весенние осенних изделий не очень яркая но яркие вещи тут тоже есть так начну с чего начну начну я с первого изделия она переехала из весны в лето это вот такой серый джемпер который с рвань так называемая рвань такой широкий его можно носить как на лицевую сторону так и на изнаночную сейчас померяю вот так это выглядит я надела широкие джинсы но я думаю что все что я буду демонстрировать она как бы подходит к этим широким джинсом широкая вещь широкая модель но может быть к широким джинсом и не очень сам именно эта модель подходит но она удобная комфортная такая удобно комфортно это одно и тоже и прикольно смотрится здесь хлопок хлопок и что полумеренос кажется букляшка и много этих спущенных петель по всему изделию хорошо смотрится с юбкой с какими-то узкими брюками яркими можно черными можно цветными потому что серый цвет он позволяет что-то такое тут одеть цветное что тут за вязание здесь у меня японское плечо вспоминаю по ходу того как демонстрирую вспоминаю что же я вязала значит это первое изделие лето и она была связана в июне так дальше идем дальше идем что у меня тут по моей тетрадке так по моей тетрадке у меня есть второе изделие которое связала в июне это вот такой розовый джемпер вязание снизу вверх укороченный вариант не буду надевать потому что очень жарко я его демонстрировала есть короткие видео и вот здесь будет продемонстрировано как это выглядит на мне не хочу очень-очень жарко значит этот мохер мне кажется турецкие с небольшим содержать в общем то это вспышенный меринос на полиамиде а что мне тут вы вышел казус у меня укороченная передняя часть потому что тут другой другой состав мохера по сравнению со спинкой и передняя часть у меня после стирки подскочила но при этом это смотрится прикольно такой удлиненный полукругом в общем классное изделие что я подумала что там одинаковые пряжи на двух бабинках но оказалось что они разные и получился вот такой яркий джемпер но это уже будет весной буду носить его весной так дальше кстати я сказала что он был в июне да он был в июне так что-то мне кажется что мне нужно уже от тетрадки отказаться или стать следующий июньский джемпер это коралловый вот такой красивый из пряжи фламе это вискоза фламе этот джемпер получилось очень удачным вязание сверху вниз сейчас подвеска убежала реглан погон до прибавки в плечевом шве рукавчик вывязан от проймы он очень классно смотрится он легкий и в нем очень комфортно в жару какая здесь изюминка передняя часть связана в два сложения спинка она более такая прозрачная просвечивающаяся как рукава в одно сложение и кокетка здесь в одно сложение вывязана мне очень нравится что получилось можно такое что-то повторить в другом цвете смотрится классно вот и вот с этими широкими джинсами я и его и ношу в общем мне нравится это очень нравится так это июньские у нас работой я наверное сейчас даже не буду вспоминать какие-нибудь июньские и людьми просто буду демонстрировать следующее изделие которое связала это был джемпер ромбы из хлопка и льна укороченный синий из хлопка и льна я его назвала ромбики он не такой объемный как предыдущие изделия вот как серые или как тот же коралловый тоже очень приятный к телу немножко длинноватый рукава вот как по мне длинноватый рукава можно было сделать их покороче ну покороче не подлиннее всегда можно распустить и укоротить почему покороче потому что они получились практически до локтя три четверти а тут укорочена и тут можно вот так сделать нам укоротить вязание снизу вверх классические ромбики накиды на лицевая гладь круглая горловина спущено не спущенное плечо да тут есть плечевые скосы рукав от пройма вырезан обработка резинка один на один резинка не держится вот такой классный джемпирог тоже легкий воздушный весь продувается дырочками причем дырочки такие большие какие-то получились вроде как один накид а дырочки большие так значит это следующий был синий на так все от тетрадки отказываюсь потому что тут уже все пошло в перемешку в тетрадке я их как бы описывала когда планировала в одном порядке а вязала и выпускала совершенно другом порядке если интересно о моих планах как бы которые были на это лето есть отдельное видео ссылочка в инфобоксе и в подсказках и на все изделия тоже ссылочка в инфобоксе продолжаем следующее изделие это черный джемпер элегантный с ажурной спинкой лицевая гладь вязание это реглан и ажурная спинка вот такой элегантный черный джемпер и вот такая красивая ажурная спинка это реглану почти нулевой тут мало петель набрано дырочки в реглане но я специально сделала дырочки чтобы они как-то поддерживали вот тут ажур который на спине еще раз покажу я уже говорила о том что этот джемпер можно носить задом наперед ажуром вперед это тоже можно осуществить но я сейчас это делать не буду в в отдельном видео есть как смотрится если ажуром ну и так понятно как он смотрится ажуром вперед что-то будем астеровать средняя длина средняя свобода облегания он и не широкий и не и не узкий здесь классный состав хлопок и 10 процентов кашемира ну вот хотелось мне такое что-то черное элегантное и я такое связала и подвеска сегодняшняя подходит вот все мои образы даже менять ее не надо так черный теперь возвращаюсь к белому который был 1 он он связан немножко позже в июле но он связан точь-в-точь так же как этот черный по той же схеме я не буду его надевать тут только другой узор на спинке здесь тоже ажурный узор и он связан точно так же как черный и в планах у меня было связать с ажурной спинкой черный и белый джемпер этот из хлопка бобинного тут два разных хлопка но не оба бобины и вот так вывезом этот джемпер даже тут да тут точно такой же реглан точно такие же прибавки наверное кому интересно можно в описании вернуться и почитать в общем это такой же белый я в нем была в самом начале повторно надевать не буду это два связаны по одной схеме только ажур у них разный ажур можно выбрать любой это может быть не ажур это могут быть жгуты на свой вкус ажур со жгутами вот как в белом там у меня и переплетение и дырочки и широкая ажурная дорожка можно ее сделать шире уже можно на всю спину можно сделать рукава ну то есть тут уже можно фантазировать дальше следующее изделие тоже было в июле это вот такой джемпер я его назвала паутинка но на паутинку он не очень похож но он связан на спицах номер 10 из толстого хлопка принципе да он такое как достаточно дырчатая это изделие сейчас продемонстрирую вот так это выглядит такая аля паутинка связан сверху вниз это прибавки в плече аля реглан погон как коралловый только тут из-за того что толстые спицы толстая пряжа и такой укороченный вариант вязание очень быстро я его связала буквально на одном дыхании здесь как и в коралловом обвязаны просто проймы он широкий резинка 1 на 1 обработка вот так я люблю такие штуки у меня из разных пряж такие связаны кстати серый который был первый с вытянутым петлям там правда японское плечо но но принцип такой же что это широкое изделие такая аля летучая мыль даже можно сказать на если тут сделать расширение ну вот так смотрится тут у меня тут у меня даже сужения нет просто ровно но все я вижу укороченная не вижу такие длинные вещи не люблю их ну потому что рост небольшой и если это вот так это будет резать резать фигуру резать ноги поэтому я стараюсь такие укороченные что ну чуть-чуть ниже талии но но при этом не длиннее еще вязать так дальше следующее люблю поиграться с остатками кажется вот этого в планах не было это мне пришло в голову уже когда я вязала разные изделия было жарко и думаю чего мне не повязать из остаточков и вот так я объединила остатки хлопок лен здесь шелк вискоза и связала зигзаги миссони так назвала этот джембер вот такие зигзаги с причеткой опять вязание сверху вниз опять прибавки в плече что-то у меня много летом таких изделий связанных именно таким образом и вот так я объединила разные пряжи здесь соблюдается переход от одного цвета к другому соблюдается высота этих всех фрагментов до по рядам соответственно рукавчик я тоже так посмотрела чтобы он совпадал тут более менее когда вот так на руке он совпадал с горизонталью по телу очень хороший вариант использования остатков мне кажется так я уже сказал я люблю остатки люблю их соединять люблю фантазировать я связала еще один такой в других оттенках но это уже будет в сентябре но он уже готов меня джемпер кому интересно вы можете посмотреть последний недельный влог я там его показываю правда еще не на себе потому что я не постирала но на столе показываю как это выглядит в других цветах а связано точно так же как это там по моему даже количество петель такой же но цвета оттенки состав пряжи номер спиц тут можно выбрать для себя то что нравится каждому из нас это были работы июня и июля я перехожу к августу август у меня начался с яркого желтого мохерового такого джемпера назвала я его лайм он долго играющий был я его вязала очень долго нулевой реглан мне кажется что я его вязала еще с мая если не ошибаюсь наверное все лето мохер с маленьким составом либо мохера либо мериноса и в дополнение я сюда взяла вискозу но этот я наверное продемонстрирую такой красивый лайм цвет вообще фантастика у меня давно была эта пряжа я обычно покупаю бобинки по акции разные остатки и потом что-нибудь из них придумываю редко когда я придумываю модель потом ищу пряжу к ней у меня все наоборот у меня там есть какая-то пряжа а я уже видя что у меня есть придумываю что я свяжу вот здесь нулевая реглан лицевая гладь но яркий цвет поэтому лицевая гладь ничего тут не требуется вот немножко такой рукав но он не короткий просто до косточки так принципе он из шкафа не 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 отпарен и если его отпарить то рукав будет по длине классный мне очень нравится что получилось не такой и цвет и все и так хорошо лежит сидит все классно в нем обычно эти махеры такие вот которые из дешевых они садятся после стирки этот не сел как связала так такой он и есть никак не изменился он по своим параметрам этот джемпер что расскажешь лицевая гладь нулевой реглан просто связала и связала и носи следующие изделия это августовская было хотя начинала я думаю что я его начинала весной не хочу лезть свои в телефон искать когда его начинала но я думаю что где-то так следующие изделия это ажурный кардиган которым тоже было много у меня сомнений хотела его сначала сделать смолнии и так далее но в видео про него я об этом рассказываю я наверно попробую его надеть на этот джемпер хотя очень жарко но так как это кардиган я думаю что вот этот желтый который будет цвет изнутри ну конечно так никто не носит вязаная навязаная но я просто продемонстрировать хочу и внизу яркая под этот кардиган мне кажется что очень даже очень даже неплохо но только если это будет не махер а допустим какая-то футболочка или маечка яркая то будет хорошо кардиган связан из хлопка льна и полу мериноса несколько сложений разных из разных бобинок снизу вверх единым полотном полочки и спинка затем разделение на две части после подрезов скос ключевые скосы рукава связаны снизу вверх потом пришиты вот такой элегантный кардиганчик его можно здесь как-то вот так можно какой-то брошу здесь застегнуть можно застегнуть здесь тоже чем-то вариаций множество либо пришить пуговицы либо сделать какие-то петли воздушные или кнопочки в общем но так тоже классно ну я вообще тогда вот таких как бы кофточки укорочены это в принципе они их никто не застегивает их вот так носят накидывают сверху для красоты или для тепла ну вряд ли это для тепла скорее для красоты чем для тепла и смотрится мне кажется здорово и тоже он опять же укороченный и желтый из под него не выглядывает все тут все тут отлично даже так так значит это ажурный кардиган единственный кардиган из всех изделий которые я сегодня продемонстрировала и которые связала этим летом так это было девятое изделие и десятое хлопок белый это тоже пряжа из которой связан джемпер с ажурной спинкой но у меня была другая идея про этот именно этот джемпер сейчас я расскажу так это выглядит и история такова этот джемпер я вязала причем вязала очень очень быстро и в надежде на то что я его покрашу так как я придумала себе и задумала и буду носить еще этим летом свяжу покрашу и буду такая красивая в окрашенном джемпере ходить но у меня была там какая-то краска я просто надеялась что мне не надо ничего покупать специально я справлюсь с тем что есть я попробовала на разных хлопковых футболках это хлопок и именно окрашивание хлопка мне кажется что тут возникают некоторые трудности в отличие от окрашивания мериноса или какой-то другой может быть ненатуральной пряжи вот чем не получилось меньше футболки красятся потом вымывается краска и пробовала закреплять и содой и солью и чем только не пробовал в общем результат вы видите это все не окрасно это я не пробовала красить я красила только там не нужные какие-то вещи которые стерпят покраску я не стала сразу начинать со своей работы но мне жалко было вот поэтому я поэкспериментировала и это осталось белым это изделие осталось белым но я думаю что белая но до поры до времени я все-таки куплю специальную краску для хлопка посмотрю еще видео хотя уже насмотрелось их множество перед тем как покрасить но надо наверное какие-то профессиональные посмотреть видео профессионалов и краски купить тоже наверное профессиональные уже покрасить как я хочу но я хотела покрасить градиентом или в синих оттенках или в зеленых там от темного к светлому либо зеленый там переходит салатовый и в желтый либо наоборот либо сверху вниз либо сверху снизу вверх ну то есть а вяжется просто это нулевой регланчик резинка два на два регланные линии выходят из резинки они тоже два на два здесь у меня почему-то один на один ну так получилось ну наверное для для как бы если хочется сохранить вот так стиль да то наверное тут тоже надо два на два но у меня уже один на один как-то так получилось а вообще хорошая классная летняя футболка дорожки здесь вывязаны очень просто это один ряд изнаночный затем ряд вместе лицевой накид и еще ряд изнаночный а между ними ряды лицевой вкладе ну если подробно то 12 рядов вот вот так вот такой джемпер это все работы лето их 10 мне кажется что это много и кроме этих 10 работ у меня еще на спицах есть сколько 3 которые я тоже сейчас вяжу сейчас сейчас да и летом еще начинала вязать одна готовая работа зигзаги миссони в других оттенках вот такой результат очень классный результат лето то есть планы я выполнила все свои сейчас посмотрю может что-то не выполнила из того что планировала что же я планировала у меня было в планах связать джемперс круглой кокеткой я хотела у меня там была идея но не связала вместо него связала зигзаги ладно еще у меня был в планах кардиган из махера интарсия но я его обязательно свяжу только осенью ну осенью ну осенью скорее всего из того что я показала в планах у меня не было паутинки из хлопка вот тот реглан что еще не было зигзагов не было вот этого что на мне для окрашивания тоже не было в планах что ж было да кардиган я сказала я его не связала круглую кокетку с коротким рукавом не связала что же еще у меня было что же еще что же еще ну похоже все остальное я связала да все остальное у меня связано все значит на этом можно наше видео завершать кому интересно как выглядели мои планы переходите в видео планы на лето и можете понаслаждаться моими планами и картинками из тетрадь сегодня не буду демонстрировать вот такое видео получилось это как бы новый формат я еще не делала итоги именно сезонные вот так лицом к лицу ну наверное я продолжу эту практику понравилось мне так что будем продолжать еще увидимся спасибо за внимание всего доброго до свидания